Немного огня, капля воды, щепотка воздуха и вот оно, идеальное для здоровья блюдо. Наука говорит, что мы состоим из молекул и атомов. Но в Индии считают, что одними химическими элементами сыт не будешь. И влияние на наше тело, мысли и чувства оказывает то, что исследовать привычным способом, под микроскопом, невозможно. Стихии, из которых мы состоим, как и всё на свете белом и чёрном. Изучить влияние на человека пяти главных стихий — эфира, огня, воды, земли и воздуха — берётся древнейшая наука Аюрведа. Согласно Аюрведе, человек и вообще любое тело во Вселенной составлено из пяти основных элементов. Это земля, вода, огонь, воздух и эфир. Как в природе, так и в нас присутствуют все эти элементы. Например, продукты, которые мы едим, или погода, бесспорно оказывает влияние на наше самочувствие. Интересно, что элементы не просто существуют, а объединяются и создают различные физиологические функции. Эфир и воздух формируют то, что известно в Аюрведе как вата-доша. Вата управляет принципом движения, и поэтому описывают её как силу, которая направляет мирные импульсы, кровообращение, дыхание и выделение. Огонь и вода объединяются, чтобы формировать пита-дошу. Она управляет процессом преобразования или метаболизма. Например, переваривание пищи в нашем организме. Наконец, преобладающие элементы, вода и земля, объединяются, чтобы формировать кафа или капха-дошу. Это соединение несёт ответственность за рост. Суть в том, что в каждом из нас один из этих элементов доминирующий. Такова наша природа. Но эти элементы могут находиться в дисбалансе. В Индии мы называем такое состояние викрити. Если знать природу своего существа, элементы, которые преобладают кнастю, можно поддерживать баланс, подбирать питание, образ жизни, даже медитации. Определить собственную конституцию самостоятельно, к сожалению, невозможно. Правда, если вы не аюрдический доктор и не учились искусству в течение многих лет. Понять, какая из стихий доминирующая, не смогут и современные аппараты. Здесь лучше любого прибора справляются пальцы, специально обученные. Диагностику вашей природы может сделать только профессионал. Все необходимые анализы доктор получает, прощупав ваш пульс. Приложив три пальца к пульсу, специалист определит вашу конституцию, в чём вы сбалансированы и где присутствует дисбаланс. Определяет конституцию природу того или иного человека доктора. Определить нашу конституцию доминирующий элемент позволяет диагностика пульса. Но сделать это может только практикующий аюрведу доктор, специалист. Благодаря простому прикосновению к вашему пульсу, доктор может узнать, каким вы были, когда были ребёнком. Ваше состояние сейчас и что произойдёт в будущем, если вы продолжите в том же духе. Это похоже на волшебство, но аюрведа очень древняя наука и точна в диагностике. После доктор даёт рекомендации. Но для того, чтобы быть гармоничным, не обязательно ехать в Индию и искать волшебного доктора Айболита. Один из важнейших элементов аювердической науки – здоровое питание. Вайшали в России уже несколько месяцев обучает всех желающих премудростям лечебной кулинарии. На аюрведических курсах мы учим, как готовить правильно и какую пищу лучше употреблять. Природа даёт нам всё, что нужно, но мы не всегда правильно готовим пищу и теряем много витаминов и полезных элементов. Мы учим, как готовить и сохранять всё самое полезное. Также, согласно аюрведе, продукты стоит подбирать в зависимости от сезона. Питание, согласно этой системе, подходит всем странам. Например, в России очень много полезных и, главное, доступных продуктов. На моих мастер-классах многие русские попробовали блюда и рецепты, о которых раньше не догадывались, и приняли решение следовать этой системе питания. Стоит только попробовать, чтобы убедиться, что это действительно работает. Специи, определенные продукты, их сочетание – это как домашняя медицина. Зачем ждать, когда возникнут проблемы со здоровьем? Если питаясь правильно, мы можем их искоренить вообще. Салат, который мы собираемся приготовить, называется «Тропический торнадо». У нас есть немного огурцов, капуста, морковь, болгарский перец, гранат. А теперь заправка. Здесь у меня есть немного коричневого сахара. Это сахар, остопленный с водой на медленном огне. Зимой, кстати, можно использовать мед. В салате мы используем капусту. Она улучшает стихию и вата, и для усиления используем перец и черную соль. Все смешиваем в отдельной миске и заправляем салат. Еще один рецепт годится для тех, кто не хочет делать салат. Мы берем помидоры, разрезаем их напополам и достаем начинку. Затем мы берем арахис и перемалываем его до однородной массы. Орехи улучшают элемент огня в нашем теле. И добавим немного кукумы. Добавим немного соли и затем немного кинзы. Этой массой фаршируем помидоры. И еще одно блюдо, которое мы приготовим сегодня. Это десерт. Мы берем сухофрукты, нарезаем их мелко и смешиваем их в однородную массу. Делаем из нее шарики. А по внутреннюю кладем кешью. Вот и все. Вайшали утверждает, аюрведа влияет не только на физическое здоровье. Наука способна сделать нас счастливыми. Счастье на вкус попробовали Павел Вихрев и Дарья Филатова. Спасибо.